МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Новой поликлинике, по всей видимости, быть. О том, что ЦГБ в этом нуждается, говорили сегодня медики, пациенты и депутат ЗАГС Собрания Иванова. Сегодня начались работы по подъему тел двух погибших на Ямале тюменцев. И коммунально-бутовые проблемы на Шевченко, которые в доме 96А не дают покоя людям уже 7 лет. Сегодня в Ноябрьск с рабочим визитом прибыли полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Главная цель визита – совещание по вопросу реализации социально-экономического развития региона и встреча с руководителями правоохранительных органов. Кроме того, высокопоставленные гости побывали на парагазовой электростанции и в спорткомплексе «Зенит». Об итогах работы Полпреда и главы региона в Ноябрьске мы расскажем завтра в обзорном выпуске новостей нашего города. Будет ли в Ноябрьске новая поликлиника? Предложение о строительстве нового здания озвучил главный врач ЦГБ Игорь Жуков. Глава администрации Жанна Белоская эту идею поддержала. Более того, муниципалитет обратился в округ за поддержкой. И сегодня в ходе рабочего визита депутат законодательного собрания Людмила Иванова посетила здание городской больницы и убедилась лично в том, что новая поликлиника городу необходима. Подробности у Ксении Епишевой. Едва Людмила Иванова переступила порог центральной городской больницы, ее сразу же окружили пациенты. Жалоб на очереди, которые в такое время года, по словам медиков, довольно велики, все-таки период обострений, плавно перешли к тому, что здание больницы для Ноябрьска уже не по размеру, тесновато. Оно, в принципе, и понятно. Строилось здание в далеком 84-м, тогда в городе насчитывалось всего 35 тысяч населения. Это сегодня мало народу, а когда у каждой двери по 5 человек, у нас дышать нечем. Экскурсия по кабинетам больницы депутата ЗАГС Собрания в восторг не привела, что, в принципе, неудивительно. Некоторые кабинеты ЦГБ и, правда, малы. Здесь трудно даже двоим развернуться. Да, в этот кабинет я войду, уже не помещусь. А еще меньше есть, бывший туалет. И вот врач... Ой, тихо, тихо. И сейчас мы хотим же все компьютизировать, рабочие места и медсестры, и врача. А вот как здесь? Вот врач еще есть, допустим, а медсестре все санитарные нормы мы нарушаем. Хотя малогабаритные кабинеты, по словам депутата, далеко не единственная проблема, которую необходимо решать. В первую очередь в уже имеющемся здании надо разобраться с вентиляцией. Она, по словам Людмилы Ивановой, да и по жалобам пациентов, работает плохо. Честно говоря, дышать сейчас нечем. Ну, потому что вы сейчас помыли все испарение, вот такое чувство этого. Слава Сергеевна, не отходите от вопроса. Ну, не знаю, вентиляция есть, но она как работает, я не могу сказать. То, что она есть, значит, главной, я считаю, задачей вас проработать по вентиляционному обеспечению. Честно говоря, народу мало, дышать нечем, а дышать нечем. А если много, может, я представляю, как это сложно и тяжело. Поставьте перед собой задачу. То есть в необходимости строительства в Ноябрьске новой поликлиники депутат законодательного собрания теперь не сомневается. Та поликлиника, которая построена в 1984 году на жителей 35 тысяч, она совершенно не соответствует тем форматам, которые сейчас находятся наши жители. 108 тысяч населения, не считая еще и вахтовиков. Конечно, стараются что-то сделать для того, чтобы преодолеть и рассеять очереди. Но в таких помещениях, как здесь, микроскопических, это просто-напросто невозможно. Они не соответствуют стандартам. Вопрос только в том, сколько времени пройдет, прежде чем задумка превратится в жизнь. И явно это дело не пара недель и даже не пара лет. Отродно одно. Дело с мертвой точки сдвинулось. Ксения Епишева, Виталий Харченко. Новости нашего города. А медики, в свою очередь, рекомендуют жителям города оформить в больнице заявление о прикреплении к медицинскому обслуживанию в Ноябрьской ЦГБ. Этот документ, по словам врачей, станет гарантом того, что пациенты смогут получить своевременную, квалифицированную и, что немаловажно, бесплатную медицинскую помощь в любом регионе страны. Гарантирует вам оказание помощи в любом городе Российской Федерации. Потому что, получив помощь даже в пути где-то, вас примут бесплатно, а наш фонд ОМС из Салихарда выплатит все, что вы затратили на это медицинское обращение. Если вы не будете прикреплены и в базе данных вас не будет, как вы, прикреплены к городу Ноябрьску, вас заставят платить. Сегодня начались работы по подъему тел двух погибших на Ямале тюменцев. Напомню, трагедия на ледовой переправе через Зой произошла 22 февраля. Под лед ушел грузовик с двумя людьми, принадлежащей фирме «Спецстройинвест». И с того самого времени тела оставались на дне реки. Нам удалось связаться с начальником окружного управления МЧС Аркадием Бессоновым. Вот сейчас установлена палатка, майна сделана, огнетается тепловой пушкой воздух, для того, чтобы температура была не ниже 15 градусов для работы. Я думаю, что мы сегодня закончим это. Согласно последней информации, водолазы начали погружение около двух часов назад. Так что, по данным сотрудников окружного МЧС, вполне возможно, работы продолжатся и завтра. Ноябрьские мосты находятся в плачевном состоянии. Это показала диагностика, которую проводили специалисты общества ДОРСИП. По этой причине госавтоинспекторы приняли решение ограничить скорость передвижения по ним. В частности, ограничения введены на втором километре подъезда к Ноябрьску, на автодороге Ноябрьск-Вангапуровский и еще на девяти мостах. Народный контроль возьмется за таксистов. Представители общественной организации приняли решение проверить извозчиков на добросовестность. По словам Людмилы Ивановой, практика такого контроля уже существует в Сарихардзиновом Уренгое. И, отметила депутат, имеет определенный эффект. Что касается Ноябрьска, здесь таксистов регулярно проверяют инспекторы ДПС. Однако, по мнению Ивановой, этого недостаточно. Необходимо привлекать представителей общественности, которым проще контролировать качество оказания услуги в этой сфере. Была такая ситуация год тому назад в городе Сарихардзе. Остановили ночную машину, такси, отвалилась дверца у водителя, у такси, машина. Вышел человек с кепкой на это сам. Это было, о чем мы всегда говорили, получилось как в анекдоте. Вы знаете, это было, и он еще начал возмущаться. РЖД снижает стоимость билетов на поезда дальнего следования. Сезонный понижающий тариф начнет действовать с 11 марта на 25%. Меньше среднегодового тарифа будет стоить билет в плацкартные и общие вагоны. Стоимость проезда в купейных вагонах и СВ в поездах отправлением с 11 марта по 25 апреля снизится на 20%. Минздрав обнародовал проект требований к местам для курения на открытом воздухе и в помещении. Курилки на улице должны быть специально организованы и соответствовать гигиеническим нормативам. Все это на деньги собственника. У них должны появиться пепельницы, знак, место для курения, искусственное освещение, информационный материал о вреде табака и вредном воздействии табачного дыма. Что касается курилок в зданиях, то помимо вышеизложенных требований, их следует укомплектовать огнетушителями и специальной дверью, которая не будет давать дыму проникать в остальные помещения. Кстати, в зданиях и на территориях, где запрещено курение, должны появиться универсальные знаки, сообщающие о запрете. Чиновники разрешили руководителям предприятий просто напечатать такие знаки, а не покупать их. В рубрику «Жалуйтесь, критикуйте, хворите» поступил очередной звонок. На этот раз от жильцов дома 96А по Шевченко коммунально-бытовые проблемы не дают людям покоя. Семь лет назад в этом доме новости нашего города уже были, но, как выяснилось сегодня, проблемы спустя столько лет так и остались нерешенными. Все подробности у Ирины Потехиной. В дом за этим невозможно, запах ужасный. В квартирах через все щели идет запах неимоверный. У жильцов начались головные боли, а у нас с детьми в подвале мыши, тараканы, которые ползут в квартиры. Убедительно просим воспринять меры, поставить, потравить мышей, ликвидировать запах фекарей. Убедительные просьбы жильцов бывшего общежития на Шевченко никого не убеждают уже седьмой год подряд. Между тем, все эти проблемы в здании начались после того, как в деревянную двухэтажку муниципалитет вложил порядка 20 миллионов рублей. На эти деньги пострадавшие от пожара общежития было капитально отремонтировано. Только вот в капитальности ремонта люди засомневались сразу же, как он завершился еще в 2006 году. Стекла нам вообще неизвестно, какие поставили. Ну а стены у нас, видели, в коридорах пустые все. Вот и все. Сначала выяснилось, что гипсокартонные стены, за которыми действительно пустота, абсолютно не защищают от холода. Потом в комнатах и коридорах начало прорывать трубы отопления. А потом, по словам жильцов, прорвало канализационную трубу под домом. Учитывая, что здание стоит практически на земле, а может и еще по каким-то другим причинам, но решить эту проблему у коммунальных служб не получалось до 2013 года. Люди все эти семь лет дышали ароматами стоков и привыкли каждый месяц запасаться отравой для мышей и тараканов, которые заполонили двухэтажку. Не в претензии, говорят жильцы, остался только старый полуслепой пес, для которого грызуны стали чем-то вроде развлечения. Он с ними играет, он лапой так вот бегают они, он поймает лапой так, ударит и потом гоняется по коридору за ними. Пешком ходь? Да, да. Коллективные и персональные жалобы жильцы отправляли в самые разные инстанции, вплоть до столичных. Обнадеживающие ответы издалека приходили, но на месте до сих пор решился только один вопрос, и только тогда, когда о нем заговорили в прессе. По словам коммунальщиков, они нашли в себе силы и отремонтировали канализационную трубу, и обещают, что неприятного запаха в доме больше не будет. Кстати, надо отдать должное управляющей компании. Чтобы приходить на помощь жильцам этого дома, специалистам действительно каждый раз приходится искать в себе силы. Причина простая. Вместе с этим представители управляющей компании признают, что к ремонту в двухэтажке у них тоже есть вопросы, и что здание, особенно первый этаж, промерзает. И добавляют, что если бы люди платили по счетам, можно было бы решить хотя бы часть проблем. Когда они будут оплачивать коммунальные услуги, соответственно, больше денег будет идти на обслуживание, и мы будем стараться это все устранить. Напоследок еще раз хочется вернуться к теме ремонта и восхититься находчивостью горхоза, который в 2006-м курировал переобустройство общежития под многоквартирный дом. Для этого, к примеру, на 33-х квадратных метрах Татьяны Громадской мойку установили в коридоре, прямо возле входной двери, потому что на кухне для этого места не нашлось. Впрочем, это не самое удивительное решение, говорит женщина. Хуже то, что под кухню отгородили часть комнатушки, и теперь к печке протиснуться можно только боком, а когда готовится еда, кухонька буквально превращается в парилку. Но это все частные проблемы, говорит Татьяна Владимировна. А общая главная беда – это доказать, что капитально отремонтированное здание, по сути, аварийное. Ирина Потехина, Григорий Куроптив, Александр Иванов. Новости нашего города. Специалисты в области ЖКХ говорят, если жильцы этого дома займутся проблемой признания двухэтажки аварийной, первое, что им надо сделать, когда растает снег, пригласить специальную комиссию, а также независимых экспертов для того, чтобы исследовать фундамент здания. И уже от результата этого исследования предпринимать следующие шаги. Поздравления от мужчин в форме получили жительницы Ноябрьска. Уже по традиции инспекторы ГИБДД поздравили авторюбительниц города. Всем дамам за рулем полагаются цветы. Ну и само собой, в очередной раз госавтоинспекторы акцентировали внимание женщин на том, что правила дорожного движения соблюдать необходимо. Праздники, конечно, праздниками, но безопасность превыше всего. С приближением первого весеннего праздника вопрос о подарках становится как никогда актуальным. Согласно опросам, сделать женщин счастливыми оказывается не так уж сложно. Подарок номер один – это цветы, желательно большой и впечатляющий букет. Подарок номер два – украшения. А хорошие духи ценятся так же, как и романтический ужин. Вы видите сравнительную таблицу, в которой в процентном соотношении указано то, что хотят получить в подарок женщины на 8 марта и что дарят мужчины. Итак, цветы. Их чаще всего хотят и чаще других подарков получают. Причем желательно, чтобы к подаренному букету можно было применить характеристику. Огромный, большой, великолепный и так далее. На втором месте в рейтинге лучших подарков всевозможные украшения, особенно ценятся кольца. Далее в списке идут духи или косметические средства. К этой же категории можно отнести подарочные сертификаты в салоны красоты и спа. Не против женщины получить в подарок деньги и дорогое нижнее белье. А вот более всего, согласно опросу, женщина раздражает, когда им дарят разного рода кухонную утварь, начинают кастрюли с ковородок и заканчивая терками для овощей и чеснокодавками, а также офисные принадлежности, ручки, степлеры, подставки под карандаши и телефоны. И неподходящие в случае цветы – сухоцвет, мимозу, гвоздики, но самое главное – кактусы. И в завершение выпуска коротко о спорте. В решающем седьмом матче одной восьмой Кубка Гагарина «Авангард» сумел добиться домашней победы над Сибирью и вышел в следующий раунд плей-офф. Игра получилась очень напряженной. В первом периоде омичи просто смяли оборонительные порядки гостей и атаковали даже тогда, когда оставались в меньшинстве. Но забить смогли только перед самой сиреной. После броска Александра Пережогина Антон Белов удачно сыграл на добивании – 1-0. Во второй двадцатиминутке уже сам Пережогин, обыграв по пути двух защитников, поразил ворота Сибири. Поняв, что терять уже нечего, Сибирь перехватила инициативу и попыталась отыграться. «Авангард» оборонялся не без погрешностей. Удаление заработал даже вратарь Карерама. Однако наказать горячего финского парня гости не сумели. Матч так и закончился – со счетом 2-0. Пусть и не без труда, «Авангард» прошел в одну четвертую Кубка Гагарина, где ему предстоит помериться силами с Челябинским трактором. И на сегодня у меня все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 7 марта в Заликарте Облачной ветер южный до 3 метров в секунду. Температура минус 27 градусов. В Муравленко небольшой снег, ветер южный до 3 метров в секунду. Температура 23 градуса ниже нуля. В нашем городе временами снег. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура минус 21 градус. 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 Температура минус 21 градус.